Всем удачи, всем пока. На хищник store будет в описании, там можете все это глянуть. И всем сдаю ровно, 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 смесь, новая годзилка. Сегодня у меня видосик с читом Нурсултан Бета 1.16.5. Такие небольшие запинки делаю, потому что мне хочется сказать Нурсултан Нексген, а это Нурсултан Бета 1.16.5 уже. В общем, кто еще не купил, расскажу немножко позже, как купить этот софт. Промокод, если что, у нас годзилка. И в общем, сегодня я хочу в начале этого видоса поблагодарить всех за такие активы на прошлых видосах, за такие активы на прошлых видосах. Просто посмотрите эти просмотры. Спасибо вам огромное. Опять же, в этом видосе вначале попрошу всех поставить лайк, написать коммент, подписаться на мой ТГ-канал. Да, нужно дать старт еще моему ТГ-каналу, потому что там теперь я буду каждый видос проводить розыгрыш Импера. Имперы сейчас стоят не очень дорого на релике, но для тех, кто остался играть на релике, это очень полезная темка. Опять же, 18 тотемов или сколько там штук выходит за кит плюс и кит Императора. И также где-то 32 гэпла, да, хотел сказать 32 чарки, но 32 гэпла. И также ништяки по типу Император, как бы на халяву Императора получить, почему бы и нет. Поэтому обязательно ссабайтесь на ТГ-канал, ссылочки будут в описании, ссылочки будут здесь. И прямо сейчас там опять же, так как сегодня вышел новый ролик, там выходит как бы розыгрыш Импера. Вот так вот. Спонсором, кстати, этого всего является Хищник Стор, это тоже мой шоп ВК, так что ссабайтесь. Сегодня у меня ролик, что наушел там, где он бета 1.16.5, Да, я это все-таки сказал. Ссылочки все будут в описании. Мы начинаем. У нас, в общем, на прошлой неделе, где-то дня 3 назад, вышел апдейтик, в котором не добавили чего-то для комбата, но добавили только вот таких прикольщиков, как Триэнджелс. Они очень хорошо помогают ориентироваться в пространстве. Также добавили градиент в ставь алерт, это все я сегодня покажу. Также добавили прицел, добавили полезную команду в блок ESP, и также добавили команда точка префикс. Прямо сейчас это все вам расскажу, и немножко хочу сказать, очень много комментов было, что я в прошлом, в прошлый видос затянул вступление, сделал мало пвп, немножко вам сейчас пожалуюсь, но скажу правду. Когда я пытаюсь снимать очень много пвп моментов, если я играю на первом грифе, мне приходится покупать по очень много разбанов, потому что там банят админы, но там могу найти пару пвп моментов не с кланами. Если я играю на каком-то таком-таком-таком грифе, то на меня просто может напасть клан, и все, и я ничего не сделаю, хотя админ может и не забанит, и поэтому найти пвп моменты, где очень мало людей и очень много кланов, очень тяжело, потому что ты напарываешь по сути на клан, на клан, на клан, и на единицы людей. И из-за этого просто пвп моментов меньше, 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 и хвх как таковой на рельке умирает, потому что тебя или пинает клан, или тебя банят, все. Вот поэтому как бы главная проблема. Читы не стоят на месте, но как бы хвх, как мы видим, потихоньку загибается, из-за того, что реально условия для пвп просто ужасные. Клан админ, клан админ, клан админ, а ты один соло ничего не сделаешь. Поэтому, ребята, сорян, что пвп моментов все меньше и меньше. Опять же, есть дуэли, но я буду искать, я буду искать у меня пвп моменты, может на варп пвп кого-то найду, что-то такое под крышу тут, посмотрим. Итак, давайте-ка пройдемся уже по апдейту. У нас вышел апдейт 3-4 дня назад, как я и сказал, я расписывал все создателю про триэнджелс, чтобы добавлено было что-то по типу трассеров, да, что-то, 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 и были добавлены триэнджелс. Очень прикольная темка, это как улучшенные трассера, потому что, как мы знаем, трассера это просто линии, это выглядит очень по-старому, еще в 1.8, 5 лет назад были трассера, но сейчас уже в норике у нас присутствуют вот такие триэнджелс. Здесь можно настроить таргеты, как только я выбираю новые таргеты, у нас появляются новые цвета, то есть настройки цветов. Смотри-ка, я ставлю радиус больше, ставлю так, убираю показывать имя, показываю дистанцию, и видим, что у нас появляются вот такие стрелочки. Вот, в общем, коротко, как выглядит эта функция. Здесь настраивается все, от показателей до радиуса. Смотрим радиус, срезательник ставим, все выглядит вот так вот. Дальше ставлю писать имя, писать дистанцию, все выглядит вот так вот. Дальше ставлю отображать друзей, отображать предметы, это выглядит вот так. Но на РТП это все будет выглядеть по-другому. Почему? Потому что у таргетов уже по минимуму, Вот, видимо, я нахожу чела, сразу пишет, что вот тут яйцо лежит, вот тут чел находится, все такое. Очень прикольно, что можно расставить цвета, чтобы у тебя мозг, ты вот поиграешь с этим неделю, и мозг уже будет различать. То есть, если я тут вижу какую-то желтую стрелочку, у меня сразу, наверное, там чел, потому что я еще не привык к такому. Но потом ты уже привыкаешь, и тебе уже будет прикольно. Поэтому ставим вот так вот, отображать игроков. И из особенностей, когда ты подходишь в упор к челу, этот треугольник пропадает. Если он находится перед тобой, прям, чтобы не создавать лишнего на экране. Тоже очень удобно. Идем дальше, я рассказал про прицел. В общем, прицел, как у нас делается? Здесь есть две кнопки копировать, ставить для цвета. То есть, мы берем, допустим, вот такой цвет. Хотим поэкспериментировать с цветом, да? У меня, допустим, стоял такой, я жму его копировать. Пишу вот так вот сюда, допустим, скопировал, все. Потом настраиваю, 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 поставил так. Потом смотрю, блин, не тот прицел. Все, нужно назад вернуть, я нажимаю вставить, и вот так это делается. Или же второй вариант. Мы гуглим в инете какой-то цвет, пишем его код. Код выглядит примерно так. Скопируем и нажимаем сюда вставить, и он у нас вставится. Потому что, видим, здесь, если я поменяю, допустим, циферку на 12, и скопирую это, и нажму здесь вставить, то, видим, он чуть по праву подвинулся. Вот так это все выглядит, вот так это все работает. Вот такой у нас кроссхейр. Теперь идем дальше. У нас была добавлена одна фишка вставфальп. Почему он у меня все еще не был включен? Потому что в моем нике присутствует ют, и я не хотел на весь ролик это замазывать. И покажу немножко на чуть-чуть. Вот так вот, видим, там мой ник замазанный, но видим, что остальные ники не замазаны. В общем, видим, там такой небольшой градиент появился, как у нас на релике. Вот я закрываю таб. Посмотрите, обниматель на драгонов. Они со светлого переходят в темный, то есть буква D светлая, N темная. И также сделали в нурике. То есть, чтобы все сопоставлялось вместе, чтобы все подходило под друг друга. И теперь у нас это все выглядит намного красивее. Это тоже очень прикольно. То, что у нас теперь появилось очень много всего кастомизации, очень много рендера. Потому что, как мы знаем, когда чит выходит на рекорд, функции просто минимальны, и ты того не настроить, того не настроить. Кстати, давайте-ка я ViewModel подвину немножко ниже. Левая рука минус один, левая рука Z вот так вот. И левая рука, наверное, X вот так вот. И типа яблочко. Ну ладно, левая рука Y. Левая рука Z. Вот так вот можно сделать, и нормально будет. Теперь оно мне глаза мозолит. Поставлю все по нулям. Все так, как и было. Или как оно было, блин. Вот, все вот так-то было. Окей. Идем дальше. Что еще я хотел рассказать. У нас остались две функции. Блок, ESP и префикс. Полную команду для блока ESP вы можете найти в Дискорде этого чита. В Дискорде чита BetaNursultan1165. В чем там прикол? Теперь можно любой блок подсветить любым цветом. Вы просто прописываете команду из DS сервера. Если вам это будет интересно, то можно почитать полный чинжлог. И вы можете подсветить любой блок. Допустим, нарост Незера, света Камень. Это будет работать для вас вместо X-Ray. И это будет намного удобнее. Потому что, как мы знаем, X-Ray, если он плохо проработан, убирает все. И вы просто не видите ничего. И вам неудобно иногда бывает копать. А так, вы просто подсвечиваете себе нужный блок. Включаете и все. Это все настраивается очень легко. Там просто подписывается блок, цвет и команд. Там точка блок ESP, ADD, что-то такое. Все. Полная команда будет в Дискорде сервере. И последнее, о чем я хочу сегодня рассказать. Это про... Так, кстати, ставь alert, выключу пока. Это про команда точка префикс. Точка префикс. Очень простая команда. Она просто меняет точку. Вот я прописываю там точка, точка бинт. Точка префикс. Точка френд. Точка френд. ADD. Вот это все. Это у нас точка, 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 точка. Эту точку мы меняем командой точка префикс на решетку. Теперь я прописываю точка френд. Ну, я прописываю решетка френд. Теперь я прописываю решетка бинт. И вместо этой точки, на месте этой точки, может оказаться теперь что угодно. Как от буквы, то есть вы можете написать А, Б, В, что угодно. Так и от любого символа. Там процентик, что-то такое. Вы можете так кастомизировать свой софт, но это потом будет вас немножко, наверное, что ли отвлекать. Это сделано для тех, кому это нужно. Если вам это нужно, можете менять. Никто как бы не заставляет. Так что вот такой вот у нас обзор апдейтика. Да, хронометраж видео я заполняю как могу. Потому что, ребята, реально PvP, ну, супер тяжело найти. Это вам не Sunrise, не Star или World. Все. Тут вас или банят, или кланы. Поэтому что-то буду искать, что буду делать. Обязательно меня поддержите лайком. Потому что реально контент становится тяжело для вас добывать. А дуэльки, как бы, очень много дуэльок я не хочу делать. И говорю вам все как есть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите коммент, участвуйте в розыгрыше. Сабайтесь на телегу. А мы погнали искать PvP-моменты. Так, окей. Попробую чуть-чуть порубиться на WarPvP с ансофтерами. И вам просто показать обходик. Почему? Потому что я так захотел. Став лист выключить, чтобы там можно было ничего не замазывать. Все. No, slowdown рабочий. И теперь давайте-ка просто покажу вам класс, что Нурик нормально все обходит. И с Нуриком, возможно, вообще делать какое-то PvP. Как видим, я чела пеню. Но он ансофтер. Он, типа, не... Ну, у него лицо как бы отлетает. Он летает, как бы вот. Я ему почти тотем дал, но он левает. То есть, вот. Вот он PvP-нурика. Это была не дуэлька. Это было на WarPvP. Это все нормально. Давайте-ка пробуем нэкчела поражать. Вот. Я могу есть яблоки. Это все обходится. Вот он кидает это. Тотем. Тотем не дал, кстати. Да. Unlucky. Вот. Вот, если что, работа Нурика. Вот. Я спокойно прожимаю одного чела, второго чела. Но они два ансофтеров. И это все в WarPvP. Вот как работает Нурик. Итак, теперь давайте-ка поэтажим. Включая NoSlowDown Really World. Вот. NoSlowDown Really World на 0.6. У нас лично работает NoSlowDown. Как видите, это будет работать также здесь. То есть, у нас теперь имеется обход NoSlowDown. Да. А ну-ка, кстати, если я поставлю скорость 1.0. А. А. Вот. Все. Все работает, короче. 1.0 скорость ставим. Все. Вот. Вот такие настроечки. Full обход NoSlowDown. Что теперь? У нас ни за что не флагает. Ничто не это. Но единственная помеха это найти чела. Просто давайте-ка две минутки уделю вам. Покажу вам то, как я ищу челов. Думаю, вы все это уже сто раз видели. Все это виделось. Но. Мне что-то рвет. Я хочу как бы показать вам, как это происходит. Я иду на РТП. Смотрите, кого я найду. О. Какой-то челик. Ты такой, блин, надо убить. Как к нему попасть? Как к нему попасть? Так-так-так-так-так-так. Запись уже подготовил. Оп. А к нему никак не попадешь. Он стоит АФК на люках. Тут хорус. Тут нитки. Туда-сюда. Чтоб попасть тут нужно пройти через бункер. Попасть так. Потом тут люки. Потом ты падаешь. Ой-ой-ой. Короче, все. Теперь сколько у меня КД на такой РТП? 1 минута 30 секунд. Что я это время делаю? Понятное дело, что отвлекаюсь. Смотрю YouTube. Из-за этого я отлябываюсь не ровно через 1 минуту 3 секунд, а чуть позже. Иду на такой РТП. Тут никого нет. Тут никого нет. Тут никого нет. Вон пишет уведомление. Зовет на варп ПОП. Я иду на варп ПОП. Давайте-ка. Чекну быстро. Ставь аллерт. Нет админов. Все. Бафаюсь. Бафнуйся, ребята. Чилы позвали на варп ПОП. Ем яблочко. Влетает. Что тут? Вон какой-то челик. Я вижу, что там его тиммейт был. Я это все прекрасно вижу. Что он делает? Ливает. Оп. В меня влетел какой-то чел. Дал мне сколько? А, у меня шлема нет. У меня типа должен вампирик быть сильный. Но что-то это не очень помогает. Окей. Иду пенить. Иду пенить. Ребят, смотрите. Почти. Почти. Ой-ой-ой. Смотрите, как ему больно. А он ничего не может сделать. Смотрите. Он просто терпит. Он просто терпит. И зовет тиммейта. И 1 момент у меня яблочки не едятся. И все. И вот. 1 момент. Меня взял чуть под флагал. Тогда придется ливнуть. Вот. Все. Что по итогу? Я разнес одного чела. Он был ансофт. Но у него были тиммейты. Разнес другого. Все. Ну, рик пенит. Это однозначно, ребята. Я вам так скажу. Это однозначно. Потому что вот. Фул. Обход носу дауна. Подскорка. Под 7. Это шикарно. Оп. У него. А, у него много хп. Я думал, у него мало хп. Так. Начинаю ломать лицо ему. Что он делает? Ливает. Теперь вы скажете. Братан. Алло. Братан. Это варп пвп. Зачем ты делаешь моменты на варп пвп? Иди лучше на ртп. Там никто не ливнет. Если на ртп меня встретит такой клан. Он поставит клан хом. И этот чел поставит клан хом. То меня просто там вынесут все. Я от них не ливну. Они просто на флайе меня будут догонять и пинать. Что тогда мне сделать, ребята? Что? Искать на ртп? Давайте-ка я еще раз попробую найти на ртп. Много же людей жаловаешь. Что у меня там 2 минуты. Не. 4. 4 минуты аж было пвп моментов. И 7 минут видоса. 4 минуты аж пвп моментов. И то нормальный. Давайте-ка пойдем дальше. Сколько челов? Так. Сетхом. ГГ. Сколько челов? 4. Смотрим. Кто? Кто? Вот этот клан. Представьте такие челы с рунами на меня одного нападать. Что им делаю? Ответ. Ничего. И по-моему он в меня тэпнулся. По итогу. Что? Тут нет никого. Дойдем дальше. Нет никого. Вы вызвали на проверку. Ребят. Все. Думаю у вас вопросы закончились. Вот такой для вас видос. Все. Я пойду. О. Пиши DS Streaming. Все ребят. Я пойду сейчас зачилюсь. Потом куплю. Раз бан. Зайду на другой ак. Все дела. Но ребята. Опять же. Спасибо вам за этот просмотр. Вы видите как тяжело делать с пвп моменты. В этом видосе я сделал для вас по максимуму обзора. Это все. Вот такой вот у нас видос. С счетом. Ну что. Танбет. 1.16.5. Думаю вы знаете как купить этот софт. Думаю вы уже подписались на мою телегу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока.